В Ульяновской области почти 4000 человек – дети-сироты, но большая часть из них воспитывается в приемных семьях. Только за текущий год 308 домов открыли свои двери для маленьких членов семьи. Отдать дань уважения людям, взявших на себя такую большую ответственность – главная задача дня приемной семьи. Мы стараемся не только в этот день, но и в течение всего года заботой и вниманием окружать наших приемных родителей. Потому что это особая категория людей, которая могла вместить в свое сердце других детей. И вот это выражение, что чужих детей не бывает – это как раз и таких родителей. Семьям, где воспитываются приемные дети, на постоянной основе оказывается поддержка. Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы, пособия – все, чтобы изменить судьбу малышей в лучшую сторону. Сами детки безмерно благодарны за любовь и заботу. Трудностей с адаптацией практически не бывает. Ребята счастливы, что смогли найти дом, где их любят и ждут. Светлана Владимировна – мама четверых детей. Трое из них – воспитанники детских домов. Две девочки и один мальчик. На момент усыновления самой младшенькой было два с половиной года. С самого начала семья приняла ребят как своих собственных. Светлана призналась, что с раннего возраста мечтала о большой дружной семье. Теперь ее мечта осуществилась. Мы в розовом цвете сделали девочкам комнату. Они спать ложились и говорят, ну почему у вас такие красивые занавески? Я говорю, ну мы для вас старались. И они говорят, а можно мы завтра никуда не поедем? Они почему-то с мыслью были, что они уедут как-то, может, я не знаю, забирали их как-то, пытались. Не могу сказать, история об этом умалчивает. А можно мы у вас останемся жить навсегда? Я со слезами, конечно, муж там весь в волнении. Мы, говорю, только рады будем, если вы у нас будете жить. Они говорят, а можно мы вас будем называть мамой и папой? В Ульяновском детском доме «Гнездышко» проживают 36 детей. Большинство из них мечтают о заботливой маме, понимающем папе. На протяжении всего процесса усыновления детский дом работает в тандеме с родителями. Регулярные консультации, тренинги и дальнейшее сопровождение. Общими силами делается всё возможное, чтобы ребёнок смог закрепиться в семье и расти в комфортных условиях. В первую очередь при выборе родителей учитывается мнение самого ребёнка. Дети тоже стали избирательные. Некоторые хотят жить только в городе, другие хотят жить в сельской местности, согласны. То есть, если раньше ребёнка подбирали родителю, то сейчас и по новым требованиям, веяниям, да и новой жизни в 21 веке, уже дети выбирают себе фактически приёмных родителей. Поздравить родителей, которые смогли стать надёжной семьёй для приёмных детей, приехал губернатор Сергей Морозов. В ходе беседы каждая просьба от мам детишек была услышана и принята во внимание. Вы особенные люди. Вы сгусток любви и доброты. Вы люди, которые не на словах, а в реальных делах создают крепкие, дружные семьи. Вы те, кто по-настоящему являетесь достойным примером для всех нас, для тех, кто не решился пока по тем или иным причинам на то, чтобы пригласить к себе в семью и относиться как к самому родному тех детишек, которые с нетерпением ждутся, когда они обретут свою семью. Каждая мама в знак благодарности получила цветы и подарки. Дети тоже не остались без внимания. Стартовала новогодняя акция «Ёлка желаний». Ребята написали письма Деду Морозу в Великий Устюг. Александра Никитина, Артём Куранов. Новости Управда ТВ.